Первый должник по алиментам, к которому приехали судебные пристави, живет в Самаре на улице Ташкентской. Сыну Владислава Колодина два с половиной года. Мальчик живет с мамой, но у папы проводят по три-четыре дня в неделю. Бабушка показывает его комнату. Конечно, все его. Без надрус. Вот у нас и солнышки, и часы, все мы учим, и буквки, и цифры, и фигурки. Как можем. Вот так вот. Вы его будете садик забирать? Да, я вот бегу. Вы меня останавливаете. Молодой отец рассказывает, что алименты платит, но в последние полтора года нерегулярно из-за серьезных проблем со здоровьем не может зарабатывать так, как раньше. С того лета. Вот. У меня колено как сломалось, и вот я им занимаюсь пока без каких-либо хороших вестей, потому что все операции платные, все операции дорогие. И как бы работать на какой-то физической работе сейчас возможности нету, да и, скорее всего, уже, как врачи говорят, не получится. Все документы, подтверждающие проблемы со здоровьем, молодой человек приставам предоставил описывать его квартире нечего. Никаких ценных вещей не нашли. Владиславу рекомендовали уведомить о данной ситуации суд, чтобы проблем с законом у него больше не было. А это уже квартира в одном из домов на среднесадовый. Должник согласился пообщаться с приставами через дверь. Соседний подъезд выясняется, что мужчина, задолжавший алименты, тут больше не живет. Хозяйка рассказывает, что он и у нее занял более миллиона рублей. Почему вы ему дали эту сумму? Потому что я ему доверяла. Тем более он мне сказал, что завтра пойдем, у меня даже смс-ки все сохранились, завтра пойдем в Наталью, все, формим. Но когда наступило завтра, все, никаких не было ни Наталью, ничего, только суд был. Но я ходила туда на аэродром несколько раз, я с ним пыталась поговорить по-человечески, все, Миша, давай поговорим, давай все-таки человеческий фактор есть. Он сел в машину, я встала передика, плодоломка, ика прямо на меня. И все, поэтому на телефон мне отвечает, и бесполезно. Если должник в течение двух и более месяцев не выплачивает алименты для содержания своего несовершеннолетнего ребенка, то судебные приставы вправе привлечь его к административной ответственности. Здесь должник может отрабатывать, исполнять обязательные работы в срок до 150 часов. При этом, если он отработал свои часы и при этом продолжает уклоняться от своих родительских обязательств, то здесь уже его могут привлечь к уголовной ответственности, и наказание здесь грозит ему до лишения свободы сроком на один год. За 11 месяцев 2017 региональные приставы возбудили около 11 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму более 335 миллионов рублей. Собрать смогли только 335 тысяч.